Многие из вас, гуляя по городу, наверняка видели много антивоенной символики. Зелёные ленточки, надписи различные, чего только нету. Мне бы хотелось заархивировать эти надписи. Для этого я выпускаю это видео. Здесь то, что я собрал, мои знакомые, друзья. Это далеко не всё, но мне кажется, моя подборка показывает разнообразие народного активизма, народной символики. Давайте её посмотрим. Ну а пока вы смотрите этот ролик, я вам хочу рассказать одну историю. Я ни разу не соприкасался с войной напрямую. Но в детстве мне о ней много рассказывал мой дедушка и бабушка. Мой дедушка по папиной линии воевал. Он был на фронте. А бабушка жила в блокадном Ленинграде. В школе, в которой я учился, нам часто говорили, просили спрашивать, узнавать у наших бабушек и дедушек о войне. Как они тогда жили? Что это было такое? И вот я часто, приезжая к бабушке с дедушкой, интересовался у них. Моя бабушка неохотно говорила о войне. Каждый раз, когда я просил что-нибудь мне рассказать, она чаще всего отмахивалась. Иногда рассказывала истории, как она ела котлеты из травы, как им один раз повезло и даже было мясо, как её эвакуировали, а жили они недалеко от дороги жизни на пороховых, как она работала в эти годы. Но рассказывала она без доли героизма и скорее как о чём-то, о чём она не хочет вспоминать. Дедушку я тоже спрашивал о войне, но, если честно, не помню, что он мне рассказывал. Такое чувство, что особо и не говорил. Я помню, как мы с ним ходили вместе в Приморский парк Победы на Крестовском острове. В детстве я жил на Крестовском острове. Так вот, мы гуляли по нему, и он мне показывал деревья, которые он посадил в этом парке. Известно, что парк благоустраивали после войны как памятник Победе, как памятник торжеству мира. Дедушка мне указывал на те деревья, которые он посадил, ну или посадил совместно с кем-то. Я, к сожалению, забыл, где они находятся. И вот недавно, с началом войны с Украиной, я решил назначить одно из деревьев в парке дедушкиным деревом. Я попросил мою подругу Женю Проутину сделать голубя. Мы пошли вместе и повесили на выбранное дерево его. Он провисел около шести дней, может быть, больше. Потом его сорвали. Когда Женя пришла туда, спустя больше, чем восемь дней, его уже не было. Где этот голубь, мне теперь неизвестно, но зато у меня есть дерево. Дерево, связанное с дедушкой. Нет войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова